Всем привет! Продолжаем знакомиться с книгой «Совершенный код» Стива МакКоннелла. Сегодня продолжим главу «Форматирование и стиль» и начнем с подглавы, которая называется «Форматирование управляющих структур». Ну что ж, погнали! Форматирование некоторых программных элементов часто является только эстетическим вопросом. Однако, форматирование управляющих структур влияет на удобство чтения и понимания, и поэтому имеет практическое значение. Работа с блоками управляющих структур требует внимания к деталям. И вот некоторые советы. Избегайте отсутствия отступов в парах begin-end. В этом примере пара begin-end выровнена по границе управляющей структуры. А в выражении охватываемых операторами begin и end сделаны отступы относительно begin. Хотя такой подход выглядит хорошо, он нарушает основную теорему форматирования, так как не показывает логическую структуру кода. При таком расположении begin и end не являются частью управляющей структуры, но в то же время они не являются и частью блока выражений, расположенных далее. Вот вы видите абстрактный пример, вводящего в заблуждение выравнивание. Можно ли сказать, что оператор B подчиняется оператору A? Он не выглядит частью оператора A и нет оснований считать, что он ему подчиняется. Если вы используете такой подход, смените его на один из двух вариантов стиля, описанных ранее, и ваше форматирование будет более целостным. Избегайте двойных отступов при использовании begin и end. Следствием правила относительно использования пары begin и end без отступов является случай, касающийся дополнительных отступов после begin и end. Этот стиль вы сейчас видите на экране. Вы видите, этот стиль содержит отступы как перед begin и end, так и перед выражениями, которые они охватывают. Это еще один пример стиля, внешне привлекательного, но нарушающего основную теорему форматирования. Исследования показали, что с точки зрения понимания программы, использующие одинарные и двойные отступы, не отличающиеся друг от друга, но приведенный стиль не точно отображает логическую структуру программы. Read line и процесс line показаны так, будто они подчинены паре begin и end, что не соответствует действительности. Этот подход также преувеличивает сложность логической структуры программы. Посмотрите на эти два примера и скажите, какая из структур выглядит сложнее. Обе являются абстрактными представлениями структуры цикла for. Структура 1 выглядит сложнее, хотя и представляет тот же код, что и структура 2. Если бы вам понадобилось создать 2 или 3 уровня вложенности операторов, то из-за двойных отступов вы получили бы 4 или 6 отступов. Такое форматирование выглядело бы сложнее, чем на самом деле. Избавьтесь от этой проблемы, эмулировав явные блоки или применив begin и end в качестве границ блока, выравнивая begin и end так же, как и выражения, которые они охватывают. Хотя отступы в блоках являются главным вопросом форматирования управляющих структур, вы также можете столкнуться с другими проблемами. Поэтому дальше я привожу еще несколько советов. Используйте пустые строки между абзацами. Некоторые блоки не разграничиваются с помощью пар begin и end. Логический блок – это группа подходящих друг к другу операторов. И они должны рассматриваться так же, как абзацы в обычной книге. Отделяйте их друг от друга с помощью пустых строк. Этот пример, который вы сейчас видите, как раз пример абзацев, которые следует разделить. Этот код выглядит неплохо, но пустые строки позволяют улучшить его с двух точек зрения. Во-первых, если у вас есть группа операторов, не требующих выполнения в определенном порядке, заманчиво объединить их именно так. Вам не надо усовершенствовать порядок выражений для помощи компьютеру. Но читатели-люди оценят дополнительные подсказки о том, какие операторы следует выполнять в определенном порядке, а какие просто расположены рядом друг с другом. Дисциплина добавления пустых строк в коде программы заставляет вас тщательнее обдумывать вопрос, какие операторы на самом деле подходят друг к другу. Вот сейчас вы видите исправленный фрагмент кода. И этот пример показывает, как организовать данный набор операторов. Реорганизованный код подчеркивает выполнение двух разных действий. В первом примере недостатки организации операторов, отсутствие пустых строк, а также старый трюк с выравниванием знаков равенства приводили к тому, что выражения выглядели связанными сильнее, чем на самом деле. Второе преимущество использования пустых строк, приводящее к улучшению кода, заключается в появлении естественного промежутка для добавления комментариев. И в этом примере комментарии над каждым блоком станут отличным дополнением к улучшенному формату. Форматируйте блоки из одного оператора единообразно. Блоком из одного оператора называется единственный оператор, следующий за управляющей структурой. Например, оператор, который следует за проверкой условия if. В этом случае для корректной компиляции пара begin и end не обязательно, и вы можете выбрать один из трех вариантов стиля, показанный на экране. Существуют аргументы в защиту каждого из этих трех подходов. Стиль 1 следует схеме отступов, используемой для блоков, поэтому он согласуется с остальными подходами. Стиль 2, как 2А, так и 2Б, также не противоречит общим правилам, а пары begin и end уменьшают вероятность добавления операторов после условия if, не указав begin и end. Это станет особенно трудно уловимой ошибкой, потому что отступы будут подсказывать вам, что все в порядке, однако компилятор не интерпретирует отступы. Основное преимущество стиля 3 над стилем 2 в том, что его легче набирать. Его преимущество перед стилем 1 в том, что при копировании в другую часть программы он с большей вероятностью будет скопировать правильно, а недостаток в том, что при использовании построчного отладчика такая строка будет рассматриваться как одно целое, и вы не узнаете, выполняется ли выражение после проверки условия if. Я использовал стиль 1 и много раз становился жертвой неправильной модификации. Мне не нравится нарушение стратегии отступов в стиле 3, поэтому я его тоже избегаю. В групповых проектах я предпочитаю вариации стиля 2 из-за получаемого единообразия и возможности безопасной модификации. Независимо от избранного стиля, применяйте его последовательно и используйте один и тот же стиль в условиях их, if и во всех циклах. В сложных выражениях размещайте каждое условие на отдельной строке. Размещайте каждую часть сложного выражения на отдельной строке. Вот вы видите пример выражения форматированного без учета удобочитаемости. Этот пример форматирования для машины, но не для человека. Разбив выражение на несколько строк, так как вы сейчас видите, вы можете обеспечить более удобное чтение. Этот фрагмент использует несколько методов форматирования. Отступы, пробелы, размещение значений в соответствии с числовой прямой и выделение незавершенных строк. И в результате выражение вполне можно прочесть. Более того, на значение проверки понятно. Если выражение содержит небольшую ошибку, скажем, указано z маленькое вместо z большой, то при таком форматировании, в отличие от менее аккуратного варианта, это сразу бросится в глаза. Избегайте операторов GoTo. Первоначальная причина отказа от GoTo состояла в том, что они затрудняли доказательство корректности программы. Это хороший аргумент для тех, кто хочет доказать, что их программы корректны, то есть практически ни для кого. Для большинства программистов Более насущная проблема состоит в том, что операторы GoTo затрудняют форматирование кода. Делаете ли вы отступ в коде между GoTo и меткой, на которую он переходит? Что если у вас есть несколько GoTo, использующих одну и ту же метку? Размещаете ли вы их один за другим? И вот несколько советов по форматированию GoTo. Первый. Избегайте GoTo. Это также позволит обойти проблемы форматирования. Второй. Для меток перехода используйте только заглавные буквы. Это сделает метки очевидными. Третий. Помещайте оператор, содержащий GoTo, на отдельной строке. Это делает использование GoTo очевидным. И четвертый. Помещайте метку перехода GoTo на отдельной строке. Окружите ее пустыми строками. Это подчеркнет наличие метки. Строку, содержащую метку, выравнивайте по левому краю, чтобы сделать метку настолько очевидной, насколько это возможно. Ну и этот пример показывает эти соглашения по форматированию GoTo в действии. Это пример кода на C++. Достаточно длинный. И вы можете представить себе обстоятельства, когда опытный программист может добросовестно решить, что применение GoTo будет наилучшим решением. В таком случае, приведенный пример форматирования, это лучшее, что вы можете сделать. Не используйте форматирование в конце строки в виде исключения для операторов кейс. Одна из опасностей форматирования в конце строки проявляется при работе с операторами кейс. Популярный стиль форматирования кейс состоит в их выравнивании справа от описания каждого варианта. И этот вариант вы видите на экране. Проблема в том, что такой стиль приносит при сопровождении лишь головную боль. Если вы добавите вариант с более длинным, чем существующее именем, вам придется сдвигать все варианты и код к ним относящийся. Изначально большие отступы затрудняют размещение какой-то дополнительной логики. Как показано в варианте white and blue, ну, как показано в варианте white and blue, решением этой проблемы будет переход к стандартному виду отступов. Так, если в циклах вы делаете отступ величиной в три пробела, используйте в вариантах кейс такое же число пробелов. Ну, и этот пример хороших стандартных отступов в операторе кейс вы, конечно же, видите на экране. Это пример ситуации, в которой многие могут предпочесть внешний вид первого варианта. Однако, с точки зрения размещения длинных строк, единообразия и удобства сопровождения, второй подход имеет гораздо больше преимуществ. Если у вас есть оператор кейс, все варианты, которого, все варианты, которого выглядят абсолютно одинаково, а все действия называются кратно, можно рассмотреть возможность размещения и варианта, и действия на одной и той же строке. Однако, в большинстве случаев вы впоследствии пожалеете об этом. Это форматирование изначально неудобно и портится при модификации. Кроме того, тяжело поддерживать одинаковую структуру всех вариантов в случае удлинения кратких имен действий. Итак, новая подглава. Форматирование отдельных операторов. Далее будут описаны способы улучшения отдельных выражений в программе. Общее и в какой-то мере устаревшее правило гласит, что длина строки выражения не должна превышать 80 символов, так как строки длиннее 80 символов первое, тяжело читать, второе, препятствует созданию глубокой вложенности, и третье, часто не помещаются на стандартный лист бумаги, особенно если печатается по две страницы кода на каждой физической странице распечатки. С появлением больших экранов, узких шрифтов и альбомной ориентации бумаги и альбомной ориентации бумаги 80 символьное ограничение выглядит необоснованной. Одна строка в 90 символов часто удобнее для чтения, чем другая, разбитая на две, только с целью избежать выхода за 80 символьную границу. При современном уровне технологии вероятно будет правильным изредка допускать превышение ограничения в 80 колонок. Добавляйте в выражение пробелы в целях повышения удобства чтения. Используйте пробелы, чтобы сделать читаемым логические выражения. Это выражение примерно так же читабельно, как если вы напишите слитно несколько слов. Ну, к примеру, попробуйте, прочитайте это без пробелов. Попробуйте написать и попробуйте прочитать. Как правило, следует отделять идентификаторы друг от друга с помощью пробелов. Следуя этой рекомендации, выражение while можно переписать так, что уже гораздо лучше, и читается лучше, и выглядит лучше. Некоторые художники от программирования могут предложить и вот такое улучшение данного выражения с помощью дополнительных пробелов для подчеркивания его логической структуры. Это хорошо, но и предыдущий вариант неплохо улучшал читабельность. Однако дополнительные пробелы вряд ли повредят, так что будьте на них щедрее. Используйте пробелы, чтобы сделать читаемыми обращение к массиву. Это выражение не легче читать, чем приводимое ранее сжатое выражение while. Добавляйте пробелы вокруг каждого индекса массива для упрощения их чтения. После применения этого правила выражение будет выглядеть вот так вот. Используйте пробелы, чтобы сделать читаемыми аргументы методов. Назовите четвертый аргумент этого метода, который вы видите на экране. А теперь назовите четвертый аргумент этого метода. Какой из них было легче найти? Вопрос вполне закономерный, поскольку порядок аргументов имеет большое значение во всех основных процедурных языках. Довольно часто на одной половине экрана приходится располагать определение метода, а на другой его вызов и сравнивать каждый формальный параметр с соответствующим фактическим параметром. Одна из наиболее неприятных проблем форматирования это решение о том, что делать с частью выражения, переносимой на следующую строку. Делать ли нормальный отступ или выровнять его по ключевому слову. А что делать с присвоениями? Далее приведен здравый последовательный подход, особенно полезный в Java, C, C++ и других языках, поощряющих длинные имена переменных. Сделайте так, чтобы незавершенность выражения была очевидна. Иногда выражение должно разбиваться на несколько строк, либо потому, что оно длиннее, чем это позволяют стандарты программирования, либо потому, что оно слишком длинное, чтобы поместиться в одной строке. Сделайте очевидным факт, что часть выражения на первой строке является лишь частью. Самый простой способ добиться этого разбить выражение так, чтобы его часть на первой строке стала вопиюще некорректной, если рассматривать ее отдельно. И вот примеры очевидно незавершенных выражений на языке Java. Кроме сообщения о незавершенности выражения в первой строке, такое разбиение предотвратит неправильную модификацию. Если удалить продолжение выражения, первая строка не будет выглядеть так, будто вы просто забыли скобку или точку с запятой. Оно явно требует чего-то еще. А вот альтернативный подход, также хорошо работающий. Размещение знака продолжения в начале перенесенной строки. Хотя такой стиль не приведет к появлению синтаксической ошибки при повисании операторов плюс или каких-нибудь других, он сильно упрощает поиск операторов по левой границе столбца, там где текст выровнен, а не по правой, где край текста неровный. Его дополнительное преимущество в том, что он позволяет пояснить структуру операции, как это вы видите сейчас на экране. Располагайте сильно связанные элементы вместе. Разбивая строку на части, оставляйте рядом взаимосвязанные элементы. Это обращение к массиву, аргументы метода и так далее, и тому подобное. Вы видите плохой вариант этого примера. Надо признать, что такой разрыв строки соответствует принципу подчеркивания очевидности незавершенности выражений. Но это сделано так, что надобность затрудняет чтение выражения. Что-то не понял? Ну ладно, идем дальше. Можно придумать ситуации, когда такое разбиение будет оправданным, но это не тот случай. Лучше оставить все обращения к массиву на одной строке. И вы видите лучшее форматирование. При переносе строк в вызове метода используйте отступ стандартного размера. Если в циклах и условных выражениях вы обычно делаете отступ в три пробела, то при переносе строки в вызове метода тоже сделайте отступ в три пробела. И вот вы видите примеры переноса строк в вызовах методов с применением стандартного размера отступов. Одной из альтернатив такому подходу служит вот такое выравнивание перенесенных строк под первым аргументом. С эстетической точки зрения в сравнении с первым вариантом этот код выглядит несколько неровно. Кроме того, этот подход тяжело сопровождать, так как имена методов и аргументов могут изменяться. Большинство программистов со временем склоняются к использованию первого стиля. Упростите поиск конца строки с продолжением. Одна из проблем показанного выше подхода это сложность поиска конца каждой строки. Альтернативой может служить размещение каждого элемента на отдельной строке и выделение окончания всей группы с помощью закрывающейся скобки, что вы сейчас увидите на экране. Ясно, что такой подход требует много места. Однако, если аргументами функции являются длинные названия полей объектов или имена указателей, например, такие как два последних в приведенном примере, размещение одного аргумента в строке существенно улучшает читаемость, а знаки закрывающейся скобки в конце блока делают заметным его окончание. Вам также не придется переформатировать код при добавлении параметра. Вы просто добавите новую строку. На практике только небольшая часть методов нуждается в разбиении на строки. Остальные можно располагать на одной строке. Любой из трех вариантов форматирования многострочных вызовов методов работает хорошо при последовательном применении. При переносе строк в управляющем выражении делайте отступ стандартного размера. При нехватке места для цикла for, цикла while или оператора if, перенося строку, сделайте такой же отступ, как и в выражениях внутри цикла или после условия if. И вот примеры отступов при переносе строк в управляющих выражениях. Приведенный код соответствует критериям, установленным ранее в этой главе. Перенос строки выполняется логично. В нем всегда есть отступ относительно выражения, которое он продолжает. Дальнейшее выравнивание может выполняться как обычно. Эта новая строка занимает всего на несколько пробелов больше, чем исходный вариант. Он также читаем, как и любой другой код. И его также просто сопровождать. В некоторых случаях вы могли бы повысить удобочитаемость настроив отступы или пробелы. Но рассматривая вопросы тонкой настройки, не забывайте о компромиссе с точки зрения удобства сопровождения. Не выравнивайте правые части выражений присваивания. В первом издании этой книги я рекомендовал выравнивать правые части выражения, содержащие присваивания. И это вы сейчас видите на экране. С высоты десятилетнего опыта могу сказать, что хотя этот стиль может выглядеть привлекательно, он превращается в настоящую головную боль, когда приходится поддерживать выравнивание знаков равенства при изменении имен переменных и прогоне кода через утилиты, заменяющие пробелы знаками табуляции, а знаки табуляции пробелами. Кроме того, его тяжело сопровождать при перемещении строк между частями программы, в которых применяются разные размеры отступов. Для обеспечения единообразия с другими принципами отступов, а также учитывая вопросы удобства сопровождения, обращайтесь с группами выражений, содержащими ориентации присваивания так же, как бы вы обращались с любыми другими выражениями. И вот пример использования стандартных отступов для выравнивания выражений присваивания. Это хорошая практика. В этом примере при переносе строки в третьем присваивании используется стандартный размер отступа. Это сделано с той же целью, что и отказ от специального форматирования выражений присваивания из общих соображений, читаемости и удобства сопровождения. Современные языки, такие как C++ и Java, позволяют располагать несколько операторов на одной строке. Однако, когда дело касается этого вопроса, мощь свободного форматирования оборачивается палкой о двух концах. Эта строка содержит несколько выражений, которые, с точки зрения логики, вполне могут располагаться в отдельных строках. Аргументом в защиту размещения нескольких выражений на одной строке может служить факт, что в этом случае требуется меньшее число строк экранного пространства или бумаги для распечатки, что позволит одновременно видеть больший объем кода. Это также позволяет сгруппировать взаимосвязанные выражения, а некоторые программисты даже полагают, что так они подсказывают компилятору, как можно оптимизировать код. Все так, но основания для самоограничения, требующие оставлять не более одного оператора в строке, гораздо серьезнее. Размещение каждого оператора на отдельной строке дает точное представление о сложности программы. При этом не скрывается сложность из-за того, что сложные операторы выглядят тривиальными. Сложные операторы и выглядят сложными. Простые просты. Размещение нескольких операторов на одной строке не помогает современным компиляторам в оптимизации. Сегодняшние оптимизирующие компиляторы не нуждаются в подсказках, сделанных с помощью форматирования. Если операторы расположены на отдельных строках, чтение кода происходит сверху вниз, а не сверху вниз и слева направо. При поиске определенной строки у взгляда должна быть возможность придерживаться левого края кода. он не должен просматривать каждую строку целиком только потому, что в одной строке может быть два оператора. При размещении операторов на отдельных строках легко найти синтаксические ошибки, если компилятор сообщает только номера строк, где они произошли. При расположении нескольких операторов на одной строке ее номер ничего не скажет о том, какой оператор содержит ошибку. При размещении операторов на отдельных строках легко выполнять пошаговую отладку кода, используя построчные отладчики. Если строка содержит несколько операторов, отладчик выполнит их все одновременно, и вам придется переключиться на ассемблерный листинг для выполнения пошаговой отладки отдельных выражений. Когда строка содержит только один оператор, его легко редактировать. Можно удалить или временно закомментировать всю строку. Если же на одной строке вы разместили несколько операторов, вам придется выполнять редактирование между остальными операторами. В C++ избегайте выполнения нескольких операций в одной строке. Иногда это еще называется побочным эффектом или сайд-эффект. Побочные эффекты это последствия выполнения некоторого выражения, проявляющиеся в дополнении к основным результатам выполнения этого выражения. Вот так в C++ оператор плюс плюс расположенный на одной строке с другими операторами приводит к проявлению побочного эффекта. Присваивание значения переменной и применение левой части этого присваивания в условном операторе также является применением побочного эффекта. И вот вы видите такой пример. Побочные эффекты снижают почитаемость кода. И вот в данном случае, например, если n равно 4 4, что напечатает выражение, приведенное в этом примере? 4 или 6? 4 и 6. Или 5 и 7. А может 5 и 6? Правильный ответ ни то, ни другое и ни третье. Первый аргумент плюс плюс n равен 5. Но язык си плюс плюс не определяет порядок вычисления условий выражения или аргументов функции. Поэтому компилятор может вычислить второй аргумент n плюс 2 либо до, либо после первого аргумента. И результат может быть равен 6 или 7 в зависимости от компилятора. Ну а вот вы сейчас видите на экране то, как можно переписать это выражение, чтобы прояснить свои намерения. То есть это пример избавления от непредсказуемого побочного эффекта. Если вы все еще не совсем уверены в том, что побочные эффекты надо выносить в отдельные строки, попробуйте понять, что делает вот эта функция. Это пример слишком большого количества операций в строке. Некоторые опытные программисты не видят сложности в этом примере, потому что эта функция им знакома. Они смотрят на нее и говорят это функция str-copy. Однако в нашем случае это не совсем str-copy. Она содержит ошибку. Если вы сказали это str-copy, увидев данный код, вы узнали код, а не прочитали его. В такую же ситуацию вы попадаете при отладке программы. Код, на который вы не обратили внимания, потому что якобы узнали, а не прочли его, может содержать ошибку, поиск которой займет гораздо больше времени, чем она этого заслуживает. Ну, а вот показан пример читаемого количества операций в каждой строке. То есть, этот код функционально идентичен предыдущему варианту и гораздо удобнее для чтения. В этом переформатированном коде ошибка очевидна. конечном T и S инкрементируются до того, как S будет скопировано в T. значение символа указателя S будет скопирован в указатель T. То есть, первый символ пропускается. В этом-то и есть ошибка. Второй пример выглядит продуманней первого, хотя операции, выполняемые во втором примере, идентичны первому. Причина такого впечатления в том, что во втором варианте не скрывается сложность выполняемых действий. Рост производительности также не оправдывает размещение нескольких операций на одной строке. Поскольку обе функции STR-копии логически эквивалентны, можно ожидать, что компилятор сгенерирует для них идентичный код. Однако, при профилировании обеих функций выяснилось, что для копирования 5 миллионов строк первой функции понадобилось 4,81 секунды, а второй 4,35 секунды. В нашем случае умная версия показала снижение скорости на 11%, что делает ее гораздо менее умной. результаты могут изменяться от компилятора к компилятору, но в целом они свидетельствуют о том, что пока вы не измерили при распроизводительности, следует сначала стремиться к ясности и корректности, а только потом к производительности. Даже если вы легко читаете выражения с побочными эффектами, пожалейте тех, кому придется разбираться с вашим кодом. Большинство программистов нужно дважды подумать, чтобы понять выражение с побочным эффектом. Позвольте им использовать мозговые клетки для осмысления более общих вопросов работы вашего кода, а не синтаксических деталей конкретного выражения. Располагайте каждое объявление данных в отдельной строке. Как показали предыдущие примеры, каждому объявлению данных надо выделять отдельную строку. Тогда проще дописывать комментарии к каждому объявлению. Ведь каждое расположение в отдельной строке ведь фу, блин, же зачитался. Так, читаю заново. Тогда проще дописывать комментарии к каждому объявлению. Это ведь каждое расположение в отдельной строке. Да. Проще исправлять объявления, поскольку все они изолированы друг от друга. Проще находить конкретные переменные, так как можно просканировать одну колонку, а не читать каждую строчку. Проще искать и исправлять синтаксические ошибки. Строка, указанная компилятором, содержит только одно объявление. А теперь-ка скажите быстро, какой тип имеет переменная currentBottom в этом примере? Ну что, сказали? Это, конечно же, крайний случай, однако он не так уж и далек от гораздо более распространенного стиля, который вы, конечно же, видите. Это не такой уж и редкий стиль объявления переменных, а конкретную переменную все так же тяжело найти, поскольку все объявления свалены в кучу. Тип переменной тоже тяжело выяснить. А теперь скажите, какой тип имеет nextColor в этом примере? Вероятно, переменную nextColor было проще найти, чем nextTypeFace в предыдущем листинге. Такой стиль характеризуется наличием в каждой строке одного полного объявления, включающего тип переменной. Надо признать, что такой стиль седает больше экранного пространства. 20 строк, а не 3, как в первом примере, хотя те 3 строки и выглядели довольно безобразно. Я не могу процитировать ни одного исследования, показывающего, что этот стиль приводит к меньшему количеству ошибок или к лучшему пониманию программы. Однако, если Салли попросит меня посмотреть ее код, а объявление данных будет выглядеть как в первом примере, я отвечу, ни за что это читать невозможно. Если они будут выглядеть как во втором примере, я скажу, хм, может быть попозже. А если они будут выглядеть вот как в этом примере, я скажу, конечно же, с удовольствием. Объявляйте переменные рядом с местом их первого использования. Еще более предпочтительный вариант, чем объявление всех переменных в одном большом блоке. Это стиль, при котором переменная объявляется рядом с местом ее первого использования. Это уменьшает срок службы и время жизни переменной и позволяет проще выполнить рефакторинг кода на меньшие методы. Разумно упорядочивайте объявления. В последнем примере объявления были сгруппированы по типам. Такая группировка обычно имеет смысл, поскольку переменные одинаковых типов часто используются в аналогичных операциях. В других случаях можно упорядочивать их по алфавиту в соответствии с именами переменных. Хотя у алфавитной сортировки много сторонников, мне кажется, затрачиваемых на нее усилий она не стоит. Если ваш список переменных настолько длинен, что ему помогают алфавитные упорядочивания, ваш метод, вероятно, слишком велик. Разбейте его на части, чтобы создать меньшие по размеру методы с небольшим количеством переменных. В C++ при объявлении указателей располагайте звездочку рядом с именем переменной или объявляйте типы указателей. Очень часто приходится видеть объявления указателей, в которых звездочка расположена рядом с типом, как вы видите на экране. При размещении звездочки рядом с именем типа о непеременной возникает опасность, что в случае добавления нового объявления в той же строке звездочка будет относиться только к первой переменной, хотя визуальное форматирование наводит на мысль, что она применяется ко всем переменным в строке. Вы можете решить эту проблему, поместив звездочку рядом с именем переменной, что вы сейчас и видите. Недостаток такого подхода в том, что в этом случае звездочка может казаться частью имени переменной, а это не соответствует действительности. Переменную можно применять как со звездочкой, так и без нее. Наилучший вариант – это объявление и использование типа указателя. И вот вы видите этот пример. Указанную проблему можно решить, либо требуя объявления всех указателей с помощью типов указателей, либо запрещая размещение более одной переменной в строке. Убедитесь, что применяете хотя бы одно из этих решений. Ну а на сегодня все. На сегодня все, да. Ну, понятное дело, в следующий раз продолжим. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, обязательно подписываемся, делимся, лайкаем, комментируем и все такое. Всем пока.